Комьюнити это одной из составляющих каждой игры, с помощью которого можно не только менять вектор развития какого-либо проекта, но и получать ответную отдачу со стороны людей. Сегодня мы поговорим о темной стороне комьюнити Сталкрафта. Начнем с того, что комьюнити Сталкрафта крайне токсичная и неадекватная. Нормальных же людей от силы ну где-то 5-10% не более. И то, чем выше ты поднимаешься по абартуру и ближе подходишь к мастерским серверам, то адекватнее тебе попадаются игроки и то это редко. Сейчас буду пояснять. Игроки Сталкрафта всегда будут высмеивать друг друга за неправильный выбор снаряжения, за ваш скилл, высказывания и так далее. Считаю, что их мнение самое правильное и истинное. Далеко за примеры ходить не надо, по-любому под моими видосами можно найти какой-нибудь гневный комментарий. Чаще всего вы можете встретить нытиков, которые будут жаловаться на ПК-шество, на аномалии, на мутантов. Короче говоря, критика всего что угодно, кроме своих действий. Сюда же можно добавить нытиков, которые скучают по старому Сталкрафту, иное, что до перестроя было лучшее. Да нет, нихуя не было. Игра была буквально в разработке, она выглядела ужасно и не была целостно реализована в плане игрового продукта. Да, в нее играли, но и то потому, что это было в той или иной степени инновацией для тех, кто играл в Майнкрафт и при этом фанател и любил Сталкер. Нынешний Сталкрафт куда лучше выглядит и играет, чем старый. Но нет, мы будем все ныть на пережиток прошлого и клянчить, чтобы все вернули. Допустим, вам вернут Сталкрафт, и чё? Вы же сами же не будете в это играть. Да, вы поиграете пару дней, поностальгируете и вспомните старые добрые времена, но потом же вам это надоест, и вы захотите вернуться обратно в нынешний Сталкрафт. Игроки Сталкрафта очень ранимые люди. Если их когда-то убивали с паком, то они обязательно будут мстить, убивать пакеров и прятать их. Ни один в здравом уме человек не будет ругать того, кто приседает и никак не представляет для тебя угрозы. Но при этом стоит один раз убить, все это начинается лютый пиздец. Вас убивают, прячут пак и при этом тратят на вас время. Клиника, скажете вы, а я скажу хуинника. Просто обидчивые люди, которые готовы потратить свое реальное время на то, чтобы проучить виртуальную мальдеку, за которой сидит такой же ранимый человек. А иногда так вообще за тобой может выбежать фулл мастерский отряд, чтобы твой пак забрать и спрятать. Вот такие вот, блядь, забавы нахуй. Это, конечно, печально. Это печально. Также в игре дохуя советчиков, у которых дохуя и больше советов, как играть, что делать, что бартерить и так далее. Как бы базар и ноль. С одной стороны, какие-то житейские советы в плане карты, метовой снаряги, еще понять можно. Ну, то есть, ноль, советы и так далее. Но иногда это же доходит до абсурда, когда просто-напросто тебе буквально начинают уже не советовать, а говорить, что делать, что бартерить и при этом высказывать свое недовольство в любых действиях. Через свои советчиков просто дохрена и больше. Каждый знает, как играть, как жить и вообще закрой нахуй свой ротик, иначе залететь туда с Бо-комарик и забартерить твой проход. Вон, банально вчера в группу ТГ выходил опрос насчет модельки Пересвета, так там каждый начал, блядь, угорать и советовать, как ее правильно сделать. Да, были новые моменты и приложения, но большинство комментариев это просто ебучий угар и советы уровня жареных пельменей с мазиком. Также хочу напомнить про людей, которые прячут твой рюкзак и вообще просто удаляют его нахуй. То бишь обоценивать все твои труды и время. Ну или в самом лайтовом по их меркам случае могут выставить за 30 или 40к анаук. Короче, думаю, это уже база в этой игре и заострять внимание на этом мы не будем. Я больше чем уверен, под этим видео будут много неадекватных комментариев от таких людей, которых я описал. Но благо к таким личностям я уже привык и просто забил хер на хейтеров. Ибо в любом деле найдутся завистники, которые дохуя умны, но при этом сами нихуя не делают. Хотя, опять же, надеюсь, что данное видео хоть как-то, ну или хоть кто-то посмотрит без предвзятости и напишет хороший и адекватный коммент. Ибо если никто не посмотрит, то получается никто и не напишет, как бы это странно не звучало. Как бы то ни было, я надеюсь, вам понравился данный видос. Будьте добрее, дорогие друзья и подписчики. Поступайте, ведите себя так, чтобы вам было приятно и люди больше тянулись к вам и были добрее. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok